друзья всем привет не обращайте внимание что я в необычном таком виде как будто бы мороз минус 50 просто простудился вышел постуженный на улицу за посылкой забрал вот посылочку узнает это магазина раван заказала чем я тесты нитрат фосфак фирмы рика заодно там пришли тесты прожжешь вот проведем сравнение тестов рика и тестов аквайр заодно в общем распакуем посмотрим следующее включение уже тогда с дома так вот уже трансляция из дому прошло некоторое время тесты я занес домой так сейчас пока включу свет они уже приобрели комнатную температуру вот и что сейчас будем делать вот я взял стакан стаканяку сейчас наберем водичку я уже прополоскал его в под краном на получим водичкой вот его специально все рекомендуют наберем воду для исследований так сказать для сравнительных тестов и так далее и сейчас переместимся за стол прекрасную картину аквариума вы видеть не будете будете лицезреть мое лицо ну уж потерпите я вам покажу все-таки кто спрашивал какие тут сколько же нитратов фосфатов в этом аквариуме мне уже самую интересное уже пора узнать ну вот и сравним заодно тесты как я говорил ранее кстати смотрите он боцефаландра пустила новый листик это прекрасно без co2 все так ну в общем то в общем то все сейчас пока пауза и уже встретимся за столом итак теперь мы за столом надеюсь камера меня отслеживает до отслеживаю отлично сейчас мы и света подбавим вот так так значит что у нас водичка которую я уже набрал из аквариума и тесты тесты фирмы рика значит какой тест мы будем проводить в первую очередь в первую очередь это у нас будет тест по 4 это у нас фосфаты и тест м3 это нитраты наконец-то узнаем какие же фосфаты и нитраты в 200 для другом аквариуме и какой сбой у меня произошел извините если я буду носом какие-то там звуки извлекать немножко простуженный давайте вскроем посмотрим эти коробочки кстати все коробки вот которые приз приехали тест внутри по 4 1101 21 года они свежие тесты и джош пашка аж это потом в конце видео также свеженькие значит что вскрываем сюда подзовись так значит у нас первым пойдет тест м о 3 у нас вот такая шкала вот и соответственно тут инструкция вкратце инструкция представлена на коробочке что у нас тут шприцы пузыречек для раствора раствор номер два раствор номер один и ложечка когда-то давным-давно у меня был такой тест то ли на 2 то ли внутри я покупал но он на крайне некорректно показывал это было давно и с тех пор у меня сложилось мнение о этих тестах не очень хорошая поэтому сейчас проверим прошло время скажу сразу это не реклама мне производитель ничего не дарил я это купил купил в магазине довольно таки известном украинском с аквариумными товарами видео я там говорю это аравана так значит смотрим что нам нужно сделать мирный флакон кильки разів сполоснути водой что тестуется додати до мирного флакона 5 мл води что тестуется додати до води что тестуется одну лопатку без верху препарату номер один та интенсивно збовтати пробу протягом двух хвилин частина препарату може залишитися нерозчиненою додати 5 крапель розчину номер два та интенсивно збовтати флакон протягом 15 секунд зачекати 15 хвилин порівняти кольор з кольоровою шкалою що додається чому на українській мові тому що ми на украине и вырубник все другое на украинске море берем мерный флакон килька разив его споласкуем вот но мерный флакон вот этот я не буду использовать пластиковый у меня есть флакончики стеклянные они уже подготовлены я их споласкивал просто берем 5 миллилитров воды а хотя стоп этот нужно болтать хорошо я пальцем буду закрывать нет будем все таки использовать фирменный все было по-честному возьмем водички сполоснем водичка чистая можем цветочек полить так берем 5 миллилитров воды добавляем во флакон так до добавить к воде что тестируется одну лопатку без верха препарата номер один интенсивно помешать течение двух минут прошу прощения так номер один вскрываем вот так вот он выглядит порошочек без горки сейчас она утрясется будет без горки добавляем сюда и интенсивно течение двух минут все это взбалтаем так пока я взбалтаю ребята хочу попросить вас пока не поздно пока вы не забыли поставить лайк на канале оставить обязательно ваш комментарий ваше мнение о видео ваши советы подписаться на канал 80 процентов без подписки подписывайтесь меня это мотивирует интересно две минуты я же не засек как же как же мне будет ну приблизительно две минуты там отмерим также я в ролике оставлю ссылочку где-то тут или где-то тут в общем где-то вверху подсказку оставлю эта ссылка на канал моего товарища запорожья также наш наш коллега по хобби у него буквально недавно создал канал красивейший аквариум сейчас он будет запускать еще один проектик и вот ссылку я на него оставлю а вы проходите смотрите что у него там есть из видео оставляйте комментарии мотивируйте его на создание новых видео и нового проекта это я думаю его подтолкнет о ком идет речь это сергей из запорожья ссылочка в общем будет сверху я оставлю обязательно так но наверное две минуты прошло наверное разболтал ничего не произошло тут так дальше что пишет нам производитель добавить 5 капель раствора номер два и интенсивно перемешать флакон на протяжении 15 секунд 5 капель раствор номер два вот он напомню это у нас тест фосфаты что не открываются по есть ух ты какой желтый ничего себе так значит 5 капель добавляем 1 2 3 4 и 5 все закрываем что закрываются мне очень хорошо закрываю я потому что они тем флаконом 15 секунд нужно поболтать поболтать мне с вами и поболтать вот эту колбочку и ожидать нужно будет 15 минут 15 так поболтали сейчас я возьму часы возьму часы и засеку время 15 58 даже 59 в 16 14 будут результаты это пока все отставляем сторону раствор номер один номер два нашу колбочку и шкалу тоже пока так дальше стоп ребята я я вам сказал фосфаты нет это же у нас нитраты прошу прощения впервые нитраты это мы сейчас нитраты делаем дальше у нас идут фосфаты что пишет нам производителя прошу прощения как всегда звонят звонят как всегда тогда когда не нужно так значит что у нас мерный флакон также нужно сполоснуть добавить 5 миллилитров воды да 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 дать добавить 5 капель раствора номер один взболтать 5 капель раствора номер два и подождать две минуты это у нас будет тест на фосфат вообще быстрый то есть можно пока там внутри стоит все это сделать значит раскрываем коробочку видим тут шкалу уже наверно кому-то знакомую кому-то нет также краткая инструкция вот тут тоже шприц ну и стандартно флакончик жидкость один жидкость два поехали набираем заранее приготовленной воды из аквариума ополаскуем нашу колбочку поливаем цветочек все отлично теперь 5 миллилитров воды мы набираем так напомню вот это уже фосфаты тест на фосфаты добавляем наш мерный стаканчик так 5 капель раствора номер один раствор номер один скрываем ой прям прям не знаю супер полный вливается добавляем 5 капель 1 2 3 что-то странно как-то так ладно это я наверно вылью пошло 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 не так как нужно споласкиваем не каплями а струей просто еще раз повторим так 5 миллилитров добавили 5 капель раствор номер один раз два три четыре пять фу получилось интенсивно взболтать нужно прям интенсивно болтаем интенсивно так теперь 5 капель раствора номер два берем раствор номер два вскрываем он тоже прозрачный и 5 капель 1 какие-то странные дозаторы 2 3 4 5 вот этот раствор 2 он какой-то тягучий на вид так интенсивно взбалтаем интенсивно взбалтаем все нужно ждать две минуты две минуты ждем сейчас 1605 1607 будет нам известен результат а пока идут две минуты напишите какой же уровень фосфатов все-таки в аквариуме может быть есть профессионалы которые на глаз могут это определять так что еще но пока идут две минуты могу рассказать о том какие были параметры page джоши каш некоторые промежутки времени вот допустим 6 12 2020 года я мерил ph 8 джош 11 каш 5 вот такой был параметр если сравнить с текущими результатами во второго числа я тестами ермолаевскими мерил ph 7 и 5 джош 11 каш 8 каш 8 то есть каш он поднялся это сейчас без co2 на тогда было co2 вот как то так в жар бросает это все это все простуда проклятая так осталось совсем немножко осталось совсем немножко и тут уже есть какое-то понимание по шкале ну дождемся времени нужного и посмотрим сколько миллиграмм на литр у нас фосфатов водички в аквариумной я уже вижу что будет крайне сложно по оттенку определить вот сейчас уже это видно так ну вот в принципе уже время подошло и итак смотрим вот результат вот результат вот шкала я сейчас пока к себе повернул вот так реально непонятно непонятно так ну по давайте-ка сюда возьму у вас еще вы посмотрели тоже так сейчас отключим тут систему которая следила за моим лицом цвет раствора все бликует как по мне как по мне это вот где-то 0 6 миллиграмм на литр даже не знаю как его правильнее будет ну так вот наверное свет может включить но если свет включить то тут вообще получается беда где-то 1 миллиграмм на литр в общем очень тяжело вот визуально это все определять я не знаю на что рассчитывает производитель у каждого во первых цветовосприятие свое во вторых тяжело реально ну полтора мало один вроде бы подходит 0 8 уже не подходит но я так склоняюсь что 1 миллиграмм на литр не знаю напишите так ли это или нет кому-то вообще все равно сколько миллиграмм на литр у нас товарищ он просто отдыхает так ну все остальное время ждем тут у нас осталось совсем чуть-чуть и узнаем что же у нас по тесту н.о.3 покопал и так время прошло у нас даже больше чем 14 минут уже значит напомню это у нас н.о.3 и уже есть результат значит смотрим сейчас посмотрим может свет включить вот так будет лучше или нет но вот цвет жидкости насчет это пенная вот шкала и вот я смотрю по шкале ну понятно 5 миллиграмм на литр нет 10 миллиграмм на литр вот по моему совпадает 20 50 миллиграмм по оттенку также совпадает вот и не знаю крайне неудобно конечно это все делать одной рукой если вот так попробовать вот нет нет но 10 миллиграмм на литр приблизительно как было с этими тестами я смотрел и слышал вот именно определение по шкале цветов так и есть непонятно ничего в общем приблизительно 10 миллиграмм на литр может быть 10 плюс как показывает вот это вот шкала я так понимаю это нехорошо будем разбираться в чем дело будем это все будем будем это все регулировать значит дальше не переключайтесь досмотрите видео до конца сейчас у нас будет сравнение кашпаж тестов josh река и ермолаевских кашпаж аквайер сейчас все подготовим и будет следующая следующий этап значит так кубочки подготовил у нас тесты каш это рика и аквайер ph также рика и аквайер и джи аж также река аквайер воду я уже понабирал соответственно реку будем мешать в их них фирменных бутылочках аквайер в их них фирменных бутылочках еще раз повторюсь это не реклама как аквайер так и рика мне никто это ничего не оплачивал это просто эксперименты сравнения двух видов тестов давайте начнем самых простых это тест ph опять же вода взята из аквариума все стандартно у всех производителей это пять капель отмеряем пять капель аквайер 1 2 3 4 5 к все растворяется вскроем реку кстати что мне понравилось у я когда вскрывал флакончик прямо шпатек наверное слишком много или может его надавил как бы это без претензий но с аквайером у меня такое не происходило так теперь тут тоже пять раз два три четыре пять 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 капель все теперь это нужно разболтать и сравнить визуально уже понятно что плюс-минус одинаковый ph показывают но камеру видно до одинаковый то есть если по шкале которую производитель рика предлагает это приблизительно 7 и 6 может быть 7 и 4 но ближе к 7 и 6 это аквайер вот рико точно так же 7 и 6 ставим пока это по шкале аквайер а также он тут 7 и 5 ближе к 8 вот видите там такой цвет так запишем h 7 и 6 7 и 6 дальше с джаж немножко дольше это все будет происходить что тут каждая капля это градус немецкий градус жесткости поэтому будем все делать вот начнем опять же с аквайера как вот красный цвет приобрела жидкость 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 цвет должен поменяться на темно-зеленый 11 12 есть цвет изменился значит по аквайеру GH 12 сразу нужно записать 12 сейчас нужно теперь рику проверить все то же самое повторяем один все вот жидкость приобрела такой легкий розовый оттенок 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 а рика показала 10 вот небольшой разбег уже есть в тестах так какому тесту верить теперь я не знаю и вот видите цвет немножко такой различается в реке светлее он изначально при первой капли был у аквайера темнее но также первая капля когда была внесена так 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 сейчас подкорректируем немножко камеру сбилась так есть дальше у нас тест каш все точно так же одна капля это одна единица начинаем с аквайера капля уже одна есть висит висит синенького цвета нежно-голубого становится жидкость 2 должна стать желтого 3 1 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 так давайте проверим теперь реку 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 так что камера бесится так все то же самое проделываем с рекой так оп две капли три четыре три четыре пять шесть семь восемь четко четко совпало тест ака совпал, тест GH почему-то не совпал, запишем 8, как-то так ребята провели с вами замер NO3PO4, соответственно у нас NO3 1 миллиграмм на литр приблизительно, вернее 10 миллиграмм на литр, PO4 1 миллиграмм на литр, так теперь от спецов нужно советы, советы срочно, что же нужно делать, понижать, уменьшать, что-то добавлять, либо подменами все это вымывать, вот на этой ноте все, всем спасибо за внимание, спасибо что смотрели, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, всем пока. Кокос, ты не хочешь поздороваться со всеми? Че ты спишь, а? Спит, покушал, спит.